красиво ребятки но прежде чем пойти показывать вам красоту и покурять ее надо привести себя в порядок приводить себя в порядок мы будем на улице Некрасова 121 барбершоп скиф здесь хорошая парковочка возле магнита машинку паркуем и проходим в цокольный этаж у вас встретит уютное помещение записаться можно на яндекс картах либо позвонив по телефону который указан здесь также все соцсети будут указаны под видео все пожелания озвучены смотрим как это было и весь процесс как надо мной колдовала настоящая фея стрижки и бритья было очень интересно наблюдать за самим процессом но самое главное сейчас ускоренном темпе мы можем с вами видеть как происходит моё перевоплощение сколько комментариев выслушал на тему того юрий ты зарос юрий ты уже все совсем как нафаня там не похож на себя и так далее и теперь смотрите как мы все это преобразуем в то что бы вам нравилось ну я по крайней мере на это очень сильно надеюсь очень долгая кропотливая работа чтобы действительно можно было сказать что результат виден и вам будет оценен очень приятно было находиться под орудием труда этой прекрасной девушки тем более она моя подписчица спасибо ей большое за все ее труды и тем более я теперь счастлив и довольны всему тому что получилось результат после результат вы как видите на лицо спасибо огромное мне кажется прямо гораздо лучше ну а вы оцените в комментариях когда вся нужная информация для того чтобы попасть на прием к этим феям вы найдете под видео а теперь пишите как вам понравилось нет обязательно и давайте познакомимся с этим местом одним из самых впечатляющих в анапе координаты этого места куда мы подъехали поставили свою машину я вам оставляю на экране далее то сейчас шарба мне проехать придется прогуливаться пешком с этого места можно прогуляться на ласточкины гнезда есть на канале посмотрите обзор на них также можно приехать на 800 ступеней в этом месте там находится спуск либо поставить вообще там машину а сюда прийти пешочком по живописным маршрутом наши анапы у нас тоже очень много маршрутов для трипа поэтому пользуйтесь ими гуляйте наслаждайтесь посмотреть какой сегодня невероятный цвет моря просто фантастика смотришь думаешь вау это же все наше должны это все видеть и гулять здесь мы машину оставили и отправляемся вниз вот видите такая информация частная территория вход платный попробуем пройти бесплатно летом в этом месте проходили как сам кемпинг также починили ступеньки которые ведут к морю 400 ступеней одна из живописнейших лестниц называется также кемпинг край существует только благодаря этой лестнице также здесь был сейшинг на который приехал очень много народу тусили тут музыку слушали в общем было весело на машине туда можно было съехать и в принципе наслаждаться отдыхом в этом автокемпинге по ценнику если кто-то отдыхал напишите в комментариях сколько это стоило но отсюда начинается открываться живописнейший вид во-первых посмотрите 800 ступеней переходят в это плато это она образовалась в результате вообще обвала раньше здесь в анапе набирали глину как рассказывают насторожил этих мест ветер сегодня северный ксения утеплилась но я уверен что и тут станет жарко кстати мы идем не одним сзади нас еще люди двигаются вместо для прогулок шикарно пришел подышал воздухом раньше можно было как фотограф приехать просто соткаться бесплатно потом сделали для фотографов тоже типа оплачиваете за использование наших локаций на фотосессии в общем пытается зарабатывать как могут сам не могу понять почему именно это место сегодня решил посетить вот как-то в голове прокручивал все места красивые анапы понял что давно не был автокемпинге рай и подумал о том что стоит на сюда именно приехать показать вам этот уголочек нашей природы анапской зато красиво красный цвета зеленым оранжевым пригляд просто великолепно можете увидеть что оползни бывают здесь довольно таки часто так как порода здесь такая насыпная краски глиняная поэтому здесь собственно и набирали эту самую глину проходит дождик и все горы ползут вниз первая достопримечательность мишка на горе здесь стоит не знаю что это было как будто какой-то бар делали возможно на время мероприятия красно-танцевального апатия тот самый медведь и очень часто можно встретить на разнообразных фотографиях красивыми видами анапы вот это действительно прикольно и отсюда уже открывается тоже невероятный вид на анапу специально положили сено чтобы вы могли приходить сидеть и смотреть чем я сейчас и займусь созерцание какая водичка чистейшая просто ту сторону можем увидеть лесенку которая зовется 400 ступеней деревянный спуск в анапе красота как тебе вид красота вокруг нас ребятки это самое великолепное что может быть море солнце и голубое небо женщина попросила сфотографировать сейчас ксения сделает и фотографию тоже с мишкой ходить здесь надо очень аккуратно так как почва нестабильная и могло где-то там что-то размыть поэтому вот такие виды здесь действительно неудивительная вода как такой архитектор уничтожает породу создавая очень много интересных замысловатых конструкций будьте аккуратны из-за этого здесь бывают очень часто обвалы которые засыпают берег и собственно разрушают лесенку 400 ступеней фото мы назовем я и медведь особенно красиво ксения смотрится на горизонте еще раз говорю самое главное берегите себя подо мной вообще нет ничего я сюда не пойду места на самом деле просто невероятные и заслуживающие внимания фотографов чтобы на память оставить такие великолепные открытки вот такие вот расселены и медведи нас всем над этим наблюдающим посмотрите с этой стороны вот структуры видно немножко камней в основном все это глина далее начинаются такие вот ограждения надпись на них говорят о том что рядочком обрыв здесь есть детская площадка есть беседки можно брать в аренду когда сюда приезжают вы люди на отдых со столами есть мангала рядом с ними и пожалуйста здесь есть прайс-лист на все услуги которые предоставляются и сколько это стоит ну так это беседка выглядит поближе пришлись именно отдых с видом на море и если северный ветер то вы от него здесь защищены не подумайте это не реклама просто красиво смотрится я покажу свою любимую беседку но немножко дальше вот они анапские калибри ребята даже не думал что получится и заснять ну вот попала мне в объектив моей камеры летает опыляет цветочки как правильно называется это насекомое напишите кто знает тот момент когда уже уселся на солнышке никуда идти не хочется но надо еще много чего интересного что-то конечно в течение времени уже ломается большому сожалению вот эти ягоды не кушайте ребята волчика вы станете вот то кстати голубика можно подойти поближе вам их показать что же подсохли здесь пожар конечно давайте одну съем вот это вот сухая должно было быть вкусно но раньше а это щиповник растет здесь также существуют мусорки ну забыли по убирать еще одна беседка здесь на берегу рядочком ограждения мангал можно прийти и посмотреть на море море просто великолепно далее мы проходим здесь к упаковка для машин куда обычно мы приезжали ставили машину когда был фотограф здесь бесплатно то можно было подъехать кайфануть здесь видно расщельну и уже видно что обрывается туда этот берег поэтому будьте аккуратны не ходите здесь как я не повторяйте за мной у меня 9 жизней я сохранился там еще чем можно придумать вот тут кстати ветерок продувает ну и вот во всей красе это особая лестница 400 ступеней сейчас восстановили можно спуститься по ней к морю таких вот разнообразных беседок здесь по всему этому лесу большое количество ну если вдруг вы захотите то приезжайте уточнить там у тех кто сдает их в аренду мне как бы самое главное пройти посмотреть именно достопримечательности а не про беседки тут рассказывать потому что это уже для вашего отдыха они все таки примерно однотипный мангал беседка стол где посидеть для отдыха вашего а сейчас мы увидим с вами самое красивое место то ради чего сюда многие приходят это конечно же те самые 400 ступеней особенно когда здесь нет людей как будто лесенка куда-то в райское место сейчас ребята остановились стоят непосредственно перед ним в ожидании какого-то чуда очень красиво так вот идешь-идешь от лесенки буквально чуть-чуть в сторону а здесь бац беседочка туда еще одна беседочка почему их тут натыкано очень много при этом это все соседствует и с можжевельниками и с различными другими деревьями как держит дерево фисташка а мы же идем к одной из самых красивых беседок также дубы наши встречаются и вот среди можжевельников мы выходим аккуратно на обрыв здесь мангал и сама беседочка чем она такая примечательная кроме того что стоит на обрыве то что с нее вот на таком мысу открываются невероятные виды просто таки на самом море Анапу Юрину гору в общем кругом невероятная красота на фотосессиях здесь получается одних самых крутых фотоснимков кстати чуть подразрушился берег раньше он был побольше просто давно не был ну будьте бдительны не падайте вниз спускайтесь по лесенке и отсюда мы видим в ласточкино гнезда там даже есть туристы и невероятные краски осени в наших горах как вам такая красота мои дорогие друзья далеко так ни разу не заходил честно здесь вот мы решили прогуляться смотрите что нашла ксения и причем их тут два такой мангарчик мини ну прям прикольно даже кто-то стол сюда притащил самое главное что с видом на море ну все мы нашли конец дороги которая нас привела к обрыву можжевельнички щиповник слушай жалко мы грелку не взяли можно было чай с щиповником все заводить представляешь со свежим вот такие вот виды ребята красота смотри сколько камки на берегу температура воздуха сегодня 19 градусов все возвращаемся к лесенке доставшись того момента когда спуск освободится можно не спускаться по нему самому по сложности это наверно один из средних потому что есть 800 ступеней есть спуск у нас там 300 ступеней металлический он самый легкий ну деревянный спуск будет посложнее но виды здесь мне кажется гораздо красивее по крайней мере я так думаю напишите как думаете вы это будет интереснее вдвойне услышать лесенки моментами здесь уже под уставши поэтому будьте благоразумны и аккуратны я спускался как-то когда эта лестница была совсем в печальном состоянии спуститься до берега моря там приходилось прям слазить по одной из деревяшек сейчас даже с маленькими детьми мы встречали ребят которые спокойно поднимаются они знать что и спуститься мы сможем и подняться довольно таки легко главное чтобы не пошел дождь и вот эти вот камни не полетели в нас так что будет тоже бдительный в дождь сюда ходить не стоит как те виды виды прекрасные а спуск меня старые деревяшки всегда пугали что в Абхазии вот вам например вообще заваленная отломанная ступенька здесь надо прям аккуратно идти либо камень она прилетела либо от старости Ксения вообще приседает тоже как вариант здесь также встречаются такие лавочки на которых можно посидеть перевести дух в принципе примерно такой же как и на 800 ступеней только нету этих палуб шикарными видами как с корабля экстремальная все-таки лестница получается смотрите здесь сломана тут тоже разломана тут есть обход в левую сторону если по ней пройти ты видишь что остается совсем немножко и поднимаешь глаза вверх сколько уже пройдено самая ровная по краешку не спеша и как говорится дорогу осилит идущий вау совсем немножко и мы внизу здесь лестница становится вообще очень-очень резкой получилось ну и последний спуск ну сейчас то тут дойдет то будет еще один последний то еще еще самое главное в пути как говорится уговаривать себя нет иди и ты дойдешь да ну тут без вариантов как тебе моя новая старичка тебе очень идет да я была не права когда говорила что брошь тебе быть лучше скажите так красивее правда вот со стороны кажется что это тяжело ну когда у тебя есть какая-то там спортивная подготовочка чуть-чуть то преодолевать эти лесенки прям одно удовольствие а еще если в бакет не попадаешь то вообще ничего сложного тадам для сравнения посмотрите разницу между спусками под фоксением каждую ступеньку проверяет держится то есть бережет себя как может ступеньки будем говорить что короче так они еще под углом видите завалены кажется что вот вот эта лестница может рухнуть это действительно так потому что мы находимся на самом так сказать языке оползня помимо того что водой сверху он еще разрушается и штормами Ксюша слушал и подумал да ну нафиг куда ты меня привел вот видите обвал 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 и сюда в море да в этом месте и вообще лестницы не было она была разрушена полностью и вот новые ступеньки добавили в нее ну и те чуть подремонтировали ну сэкономили уже на досточках подумали что толстые пусть не ходят ну на металл пока нет на кемпинге значит не заработали значит ценники поднялись а все деньги собирают значит стараются это сделать ну и вот он последний марш и фанфары звучат мы спустились на самом деле это только часть пусть и потому что нам еще идти обратно ребятки вид в левую сторону открывается видите тоже оползень был недавно в море прилетела здесь у нас вот та самая действительно камка трава морская которая лежит и сохнет кстати такой вкусный соленый аромат от нее и вид в ту сторону где у нас находятся и те самые 800 ступеней и еще одна лесенка и 40 лет победы спуск в анапе для машин какая красота дайте дойдем до чистого берега если мы с вами на 800 ступеней осмотрели на фактуру скал именно скальная порода то здесь камень в перемешку роски с глиной песком выглядит именно вот так вот на вещи над тобой но море какое здесь конечно чистейшее далеко находимся от всех людей поэтому тут такая красота друзья прям маник и искупайся возле моря температура воздуха 18 1 температура моря 18 градусов и так вот подостыло вон опушке моря пошел и ребятки на том место где последний был пол ползень эти развалилась гора разу на водой и все села смотрите вот что содержал он цвет большие камни меркеля которые потом что вам зачищает и забирает глину песок все остальные только большие булыжники так вот работает природа за нами еще там ребятки уже спустились жалко что море прохладное ксения по удовольствием искупалась но говорит что на нем море уже прохладное надо идти будет в баню надо в баньку все подъем выполнено ребята ждем вас в комментариях ставьте лайки жмите балалайки пишите комментарии ну а я рад вернуться домой что-то дыхалка прям вообще сбилась красота она по осень ветер еще поднялся так мы кайфанули здесь пока он не повернулся на запад все всех люблю целую пишите коменты я вам отвечу